Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена. Рада вас приветствовать в нашей тематике карма имени. Сегодня мы будем говорить про Марианну и Марьяну. В данном случае их характеристики созвучны. В переводе с древнееврейского это имя обозначает печальная красавица. Отчего наша красавица печальна? Попробуем разобраться. Но прежде чем перейду к теме нашего разговора, величайшим благодарным всем, кто поддерживает канал. У меня появился новый реквизит под видео инструкция к пользованию карты, от которой я сейчас говорю мультивалютная карта Казахстана. У меня появилась. Можно пополнять донаты из ближнего зарубежья. Вопрос только в том, что принимаются деньги только у несанкционных банков. Если банк под санкцием, к сожалению, перечисление денег невозможно. Были попытки успешно перечислиться Сбербанка, но там нужно упомянуть, что перевод за границу. Тогда только это возможно. В любом случае, величайшая благодарность всем, кто поддерживает канал. Для меня это исключительно важно. Потому что в данном случае за донаты существую, покупаю лекарства, собак выкармливаю в военное время, которые, к сожалению, подзатянулось, мягко говоря, и выхода из этой ситуации, пока я не вижу. Ну, а теперь непосредственно к нашим именам. Сраннего детства. Наша Марьяна или Марьянна, как ни назови, исключительно обаятельная, приятная во всех отношениях девочка. Вот. Поэтому ей все довольны, ей все восхищаются, ей все аплодируют. Впрочем, она этой публичности не боится. Она необыкновенно вдумчива, исполнительна. Это позволяет ей потом неплохо учиться в школе, в которой она показывает определенные успехи и особых хлопот родителям не добавляет. Неплохо рисует, занимается в спортивных кружках, легко вливается в любой коллектив. То есть, в принципе, здесь нареканий никаких нет. Внимательно надо следить за тем, какая осанка у нашей, собственно говоря, Марьяны. По той простой причине, что в школьные годы может развиваться сколиоз из-за неправильной посадки за партой. Но раз я зацепила здоровье, могу сказать, что она совершенно не стойка к инфекционным заболеваниям, поэтому следует выполнять все прививочные нормы для того, чтобы потом не было никаких оснований расстраиваться. Ну и зубы могут о себе напоминать с раннего возраста, поэтому придется и стоматологам протарить дорожку. А вот в глубоко зрелые годы, так уж гласит история, склонна к гипертонии и к ожирению. Ну и начинает резко сдавать глаза. Так что все это нужно учитывать с молоду. Тогда и в зрелые годы все будет исключительно хорошо. По характеру наша Марьяна или Марьяна отзывчива и бесконфликтна, очень настойчива, очень успешно добивается всего, что считает для себя важным и нужным. Начав дело, доводит его до конца, поэтому в общем-то об ее успешности есть и ее личное участие. Замуж выходит ни с кем не советуясь, невзирая на то, что вроде бы такая тихая, спокойная, уживчивая и прочее, при выборе личного партнера проявляет характер. Вот. В браке в основном рождаются девочки. Зимняя Марьяна или Марьяна. Могу вам сказать, что легко вписывается в любую обстановку. Никого не раздражает, ей все рады. Умело наложает контакты в новой обстановке с новыми людьми. И все получается достаточно естественно. О новых своих знакомых и о старых никогда не судачит, не сплетничает, никому своего мнения не навязывает, в чужие дела не влазит, да и в свои, собственно говоря, никого не приглашает. Мирилом ее ценностями и главным идеалом, к которому она стремится, это не столько выразиться публично или там, например, вырасти в карьере, на работе, сколько обрести свое личное счастье и познакомиться с мужчиной, который и будет ее достоин, ее любви, ее внимания, ее заботы. Это может быть не просто проходимец с улицы. Этот человек должен достигнуть в жизни значительных высот, иметь благородное сердце, иметь заботиться о семье, о детях, и о ней, о Мариане, которые для нее это исключительно важно. Она вообще привязана к кругу людей, которых приблизила к себе, считает важными и нужными. В частности, это близкие люди, братья, сестры, родители, которых она беззаветно любит. Знакомые коллеги, а также друзья, которых она знает давно, тоже могут вполне заявить о том, что они не обделены ее вниманием, что она к ним очень трогательно относится, всячески помогает в трудную минуту. Это как раз говорит о широком сердце нашей Марианы. А что касается рвачества, карьера, расти вперед, этого она делать не будет категорически. В делах ей, конечно, помогает исключительная интуиция, которая не выше всяческих похвал. А все остальное, как говорится, особым настойчивостью и упорством в достижении собственных целях, она не отличается, поэтому довольствуется тем, что дает ей жизнь. Сколько дано, значит, тем мы будем рады. И только в исключительных случаях проявляет невероятную волю и характер. Ведь она при желании вполне способна бороться с обстоятельствами и идти против течения, но к этому ее должны побудить какие-то особые обстоятельства жизни, которые в ней пробуждают именно борца. По характеру исключительно спокойная, настолько спокойная, что кажется даже слишком холодной и что ничего в жизни ее не может вывести с себя. Это, конечно, видимая сторона медали, но так она себя позиционирует миру, особенно в обстоятельствах, которые для нее дружественными не являются. Она долго ищет себя, определяется, что ей нужно. И да и замуж, вот, например, она выходит только тогда, когда у нее уже составлено правильное представление о семье, что семья – это неизбежно, что это хорошо, что это приятно, что это дети, это забота, это преданность. В общем, когда сердце позовет, только тогда, как говорится, она вперед выдвинется. В браке у нее рождаются разнополые дети, как правило, и это не значит, что вот когда она уже вызрела, например, и пошла замуж, ее брак может быть совершенно безупречным, замечательным и прекрасным. Нет, бывает так, что ей не везет, и тогда развод – это неизбежное состояние, как говорится, не сложившихся отношений. Но это не значит, что она посыпет голову пеплом и больше не позволит себе отношений. Правда, вот замуж она, скорее всего, не пойдет и предпочтет гостевые отношения или так называемый гражданский брак без всяких дополнительных обязательств. И может быть в этом браке вполне счастливая. Свой досуг, она не просто тратит время понапрасну, потому что любит очень читать, и чем витивает ей сюжет, тем больше ей нравится подобное чтиво. Она даже любит пересказывать практически дословно сюжет, который запомнила, чтобы не упустить никаких деталей. любит также следить за новинками кинематографа. И если есть возможность, не только посмотрит фильмы на каком-нибудь вернисаже, но и любит посещать кинофестивали и прочее. Будь у нее такая возможность, она бы сделала это с превеликим удовольствием. Осенняя. Решительная, расчетливая, целеустремленная, не любит спешки, очень внимательная. Все решения принимает только после тщательного обдумывания. Хорошая хозяйка в доме, всегда все у нее замечательно, что потом и является великим плюсом к семейной жизни, без которой, собственно говоря, жизни нет. Правда, с первым браком, возможно, не повезет, а вот чего особо не любят домашним хозяйствам, эти посуды. Хотя во всем остальном совершенно безупречно. Всем, что украшает домашнюю хозяйку, осенняя Мариана обладает в полном объеме. Она прекрасно готовит, в доме всегда уют, который она создает с упоением. Любит печь, сама любит сладенькое, так что к сладкой выпечке у нее особый петит. Осенняя Мариана откровенный жаворонок, очень любит просыпаться достаточно рано, считая, что когда встаешь рано, то рано встает, тому и Бог подает. День длинный, можно все успеть, можно все переделать. Имеет определенное внимание со стороны окружающих мужчин, они особо млеют при ее появлении. Ну, а летний и весенний Мариана у нас похожи на ту характеристику общую, которая, хоть краткая, но была дано. С этими именами, как понимаете, дорогие мои друзья, глубокой информации нет, поскольку имена достаточно редкие. Понятное дело, что, безусловно, собрать дополнительную информацию исключительно сложно, но довольны и тем, что имеем. Итак, с вами была Елена.